и вот тот момент которого ждали все полчаса надеюсь вы все посмотрели и успели поставить лайкосик этому видосику потому что у нас надо пототитан ребятки создаем ребята всем привет с вами александр джурасик world alive и у нас надо пототитан но да пототитан да все правильно прочитал нигде не ошибся и это у нас гибрид гибрид надозавра и не на надо потозавра и и жирафа титана о точно вспомнил потому что уже здесь когда насобирал полностью 200 по моему нужно было клеточек чтобы собрать этого легендарного динозаврика зауроподика чтобы его создать так но создадим мы его не прямо сейчас на создадим чуток попозже почему я вот подготовил для вас вот такую вот комбинашку здесь все все зауроподы ребята так одно вот место есть свободное по моему никого я не пропустил то есть вот все из апатозавра маргазавр аргентинозавр так на гигаспикозавр над апатозавр брахиозавр жирафа титан и в общем то это все зауроподы которые у нас есть кстати у нас нет ни одного диплотоцида от все брахи от брахи мне нет это не здесь нарисованы так с длинными шеями а у нас только до 22 дадут только два брахиозаврида ну как бы и надо потозавры нет ни туда ни туда ни туда да то есть это все принципе к диплотоцидом и два брахиозаврида так что подражаемся ими и так вот так вот у нас алан келозавр но уже с ним должны были быть знакомы до 2 серии выходила кто не посмотрел обязательно посмотрите а мы наверно такой изменим изменим его и все-таки возьмем дело ранозавра пока что пусть он будет здесь мы пойдем куда мы пойдем ребятки есть у нас вот такая вот большая карта и есть вот такой вот гигантские гигантские у нас события это раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять боев ребят это видео будет минут на 45 то и больше так что предлагаю нам сюда пойти и посражаться именно зауроподами не значит а как то так сегодня мне захотелось зауроподами противники у нас птерозавры да они будут задавывать нас замены посмотрим как это все дело пойдет но главное вы точно всеми зауроподами здесь насажаемся так что будет всех тошнить от этого это я вам гарантирую так ну и еще как бы из-за того что уже такой выработан рефлекс до из джуральского the game что травоядные имеет преимущество над птерозаврами короче ну такого в этой игре у нас нет но тем не менее начнем мы наверх самых слабеньких но у нас тут их на самом деле не так уж то и много вот так куда но будем сражаться сначала двумя посмотрим аргентинозавр и кто у нас там еще такой самый простой дохленький начнем с них так вот вот ты у нас кто про самый простой это апатозавр остальные все редкие присутствует у нас один всего лишь были сайте какие гигантские здесь эти гады так но он сразу подменялся то есть потерял ход но это как бы вообще ему по барабану потому что потому что у него остался щит и щит непростой а щит еще и был у нас с непобедимостью да это у нас арам бургери она отлично так вот вот это кстати неплохая штука против них short defense но это как бы нас не пугать мы будем то есть по факту чередовать два удара мы не позволим ему замениться и его потихоньку пробьем кстати не так уж до плохие из ауропода у нас а какая автоматическая замена болта тебе забавно получилось да такой а как это как это он так смог подмениться мне уж вроде бы была заблокирована эта штука но вот у него сейчас она заблокирована она а черт на один ход блокирует а потом он освобождается ну ладно ну блин постоянные мы бьем по щиту конечно это не прикольно так но он уже поменялся блин уже сколько трижды так максимальная контратака мы конечно потеряем нашего зороподика но просто я не хочу его подменять хотя и можно было бы сейчас будет бой до 700 это больно но мы можем пробьем черт 599 нам контратака сейчас прилетит ах пробил он да но максимальная контратака штука тоже неплохая так мы берем аргентине чем вот так вот так но не все уже как бы немножко да по на по надгрызанные так сказать аромбурге аромбурге гианам низки аромбурге риана хочется сказать не хватает на на буковке р ну зороподы конечно неподходящие на самом деле против них потому что нету ударов сквозь щит здесь ребята которые пробивают сквозь щит вот это то что надо так и какой-то щит на непробиваем и пробиваем и отлично это было это у нас гц гатерикс простецкий динозавр у него простецкий щит так ну давай давай аргентинич ты должен их пробить так а что это на нас наложено замена невозможно отлично ай шорт дефенс думал то уже его пробью оказывается нет ну давай давай так но это может оказаться слишком долго это да может какие-то бои вырежу посмотрим на это на работе ближе ближе к концу что ли скажем так мы в этом бои испытали двоих ну все приплыли то есть два против трех но так примерно получается по уровням они там седьмой уровень у нас было два десятых и и наконец наконец-то наконец-то мы их пробили хух ребята это было непросто так ну чё идем дальше идем дальше давайте возьмем все тех же давайте вот так вот начнем с амаргазавра давайте обкатаем амаргазавра и на всякий случай у делара на завода у нас тоже будет страховать так ну чё марки чё у тебя есть замедление на два хода и замедление на три хода вот такая штука есть отлично вот такая штука это уж повеселее позволяет нам его пробивать так но он подменился но мы его сразу тоже замедляем и не кисло так но сейчас у нас будет полная отдача на 506 это не больно он и все амаргазавра с ними справляется намного быстрее это хорошо но он все таки уровень пятнадцатый не десятый у нас всегда зато есть чем ответить амаргазавром но удары неплохие да то есть они замедляют это против терзавров актуально и запрещает замену ну вот так неплохо неплохо черт вон подменился ну ладно этот сейчас тоже от гребет тупан 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 дактилус но у хан хана тебе хотел сказать крит ничего себе прям пробьет еще того гляди это было контратака но он двоих двоих да нет были со своими подменами эти гаденыши неплохо так держится не все таки амаргич смог 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 пробил двоих но теперь нас добивает тупан дактилус так ночью давайте вызовем нашего как это называется но не черную лошадку а не козырная карта блин забыл это слово так ну что идем дальше так этих мы обкатали сейчас у нас уже будет приз так что помчались так здесь у нас будут сражаться амаргазавр и жирафа титан походу каждый бой будем посвящать одному зауроподу то есть два боя у нас уже прошло сейчас 3 так вот иногда качи загрузки стали такими какими-то долгими непонятно почему но широкий экран это круто тем тем более теперь сейчас видно все удары это хорошо так ну давай жирафич какой высокий так ну ну это хотя бы уже повыше так это кстати опережающий удар а он опережающий подменился так это не по непробиваемый да ну ладно у нас главное здесь рев для замедления и у нас тоже появился щит из замедления это короче вообще круто у нас такая идет эволюция зауроподов как вы поняли он подмениться не может сейчас отгребет полный урон полторошечку да ну у нас он вообще почти не продемажен ну вообще отлично сейчас второй тоже отгребет неплохо а люблю вот эти удары ногой от зауроподов короче круто и ты отгреби по полной так ну жирафич короче тащит неплохо не 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 дорогой ход наш ход наш так ну щита у него нет сейчас он отгребет по полной так ну давай давай двойной давай давай двойной двойной а то этого гада у него контратака хорошая но нам не больно вообще не больно короче слабенько слабенький жирафич короче их неплохо так контрит у него два удара с ускорением себя зачем ускорение либо замедление ускорение по идее нет замедление и еще опережающий у нас есть удар тадам вот им уже повеселее играть но правда этот удар не бьет это плохо но двойной урон это всегда приятно опять ты джунгариптер здесь хана тебе так ну думаю мы всех троих сможем завалить жирафа титана и так непобедимость это не страшно а счета больше то и нет получи по щам с этими гигантами нужно бороться только за уроподами но смысле по размерам они реально больше блин а больше хищников вы смотрите как по изи че он разбирает жирафа титана этих парней это вообще хорошую дартус мы хоть и не бьем но мы как раз пережидаем у них у большинства же есть вот эта непобедимость и так довольно неплохо получается но и на кого ты подменишься не на кого дорогой подменяться получи двойной урон молодец молодец жирафич мы тебя скоро пустим на мясо ну хорошо что здесь по крайней мере после после создания гибрида у нас не исчезает максимально прокачанный участник этого скрещивания кстати да кто смотрел прошлую серию мы там как раз прошлой серии перешли с 12 на 13 левел и что там было то есть у меня был лимит собран вот как и сейчас но во время перехода мне короче опять начали зачисляться деньги был вопрос то есть у нас просто лимит расширился или можно его заново собрать по новому уровню но увы оказалось все плохо у нас просто расширился лимит я там собрал пару остановок там и и все короче и снова лимит заполнился так что заново мне не дали насобирать весь свой лимит ребята так ну а мы можем смело двигаться дальше так давайте тогда сейчас комбинируем жирафа титана и амаргозавра начнем с амаргича давайте я он тут уже может и не выстоять конечно у него есть отменяющий подмену до блокирующий так ну уровень же довольно сильно подрос короче у наших врагов нам надо как-то поактивнее переключаться на зауроподов может 2 сейчас уже брать тестит нового зауропода какого-то брахиозавра например потому что там это же у нас эпическая башня там же фиг знает какого уровня может быть враги так что наверное будем сейчас ускоряться и вообще шикарно получилось амаргозавр красавчик кстати ребят как вам больше нравится амаргозавр у которого такие вот шипы или у которого парус на шее подмена заблокирована так что сиди и принимаю урон это кецель да кецель так можете щит исчезнет уже так усиление атаки не впечатляет так ну пробьют пробьют нам амаргозавра и там и там полтора пробил таких гаденыш ладно если что у нас блин классно ну как классно не выглядят люблю зауроподов зауроподы молодцы ускоряемся точнее замедляем и ставим щит а у него как раз щит пропал но он подменился подлец кецель кецель не страшен щит у него обыкновенный 50 процентов так что сейчас мы его неплохо так пробьем и еще и критом вообще шикарно не рассчитывал даже на это так ну что тупок суара тупок саура тупок суара а это тупандактил все мои а критом получи пощечину снижение скорости и мы снова ходим сейчас мы тебя добьем добьем а наконец-то двойной ну в общем то легко справились ребята так ну на следующий ход берем новых берем новых так кто у нас пойдет пойдет сейчас брахич пойдет но этого тоже возьмем как бы для компании он у нас страхующий если вдруг нужно будет ускориться но хотя нет противники растут по одному уровню двенадцатый всего лишь максимальный так что брахиозавр давай выходи раздавай сегодня твой день так ну это понятно что непробиваемый щит так удар такой же как и у жирафича но двойной урон это будет круто а ну-ка давай 10 процентов у нас тут броня чем они вообще отличаются что то совсем все одинаково у нас просто удар удар наносит урон да вот этот ну жирафича он ставит вот этот удар первый ход щит на 50 процентов да у него он не наносит урона у нас наносит вот это главное главное не нифига не наносит он урона тогда я затрудняюсь надо как-то будет посмотреть на них в чем-то отличие ну понятно что здоровье там удар у них как-то отличаются так в браке браке хорошо сражался на арене я помню а житла скорость 11614 11614 но чуть больше жизни чуть сильнее удар чуть быстрее шанс крита правда после замены скорость соперника снижается на 50 процентов это у него вопа подпад подбавлялись вот эти вот приколы у зауроподов тоже эта тема поджите а у а у других динозавр такая есть тема пассивно это умение это же капец короче все меняет если у всех динозавра такая фигня появилась так но этого нет то что такого зауроподовые летунов так минус один наконец а то мы пол жизни уже потеряли практически молодец так и и и и и и и и болель надо было таки двойной урон ему давать то сейчас мы 500 примем на себя максимальную контратаку а так бы я уже пробил и не принял бы на себя урон вот подлец вот подлец хоть так ладно этот минус второй ну и третьего надо пробивать гаденыш забрал у нас скорость но но мне не смей то еле выжили благодаря броне подменяться ему не на кого и потому хана ну что-то как-то брак брахич в общем то ничуть не лучше чем жирафа титан как-то себя показал странно так ну это совсем обыкновенный ладно давайте сейчас еще раз посмотрим очищение себя урон 1 и скорость цели на 33 процента снижается здесь очищение себя то же самое второй удар рев первый ход щит 50 на 1 ход минус 50 скорости цели на 2 хода без урона первый ход щит на 1 ход скорость на 2 хода абсолютно одинаково и ярость двойной урон ярость двойной урон это не вообще одинаковое капец какой то шанс крита у жирафа титана и то выше еще есть вот это вот замедляющая замена после замены скорость соперника снижается на 50 процентов на 1 ход защита от замены на 1 ход то есть если мы подменимся на жирафа титана то противник заблокируется подмена блин это даже повеселее чем у брахиозаура так у этого есть пассивное умение так ну ладно давайте тогда делаем вот так раз два вот так ну помчались ладно жирафич короче крут крутой так ну чё время выпустить надо потозавра мало очень мало так что у нас тут есть такого чем бы можно было его покалечить это сквозь щит нехорошо конечно если бы был удар сквозь защиту это было было бы круто ну сквозь щит точнее не сквозь броню но у нас есть контратака если выжил пол половина урона ну это такое себе но нужно постоянно пользоваться замедлением потому что они меняются как черти между собой у этого заблокирована замена пока не мере на один ход ах ярость отгребли по полной ну хоть контратака есть она здесь тоже неплохо спасает меняйся меняйся мы тебя сразу замедлим это короче золотой удар замедление постоянно нужно вязать так ну будет не прикольно если он не сможет конечно троих завалить но походу не сможет у них все таки уровень ну блин у него контратака есть жирафа титана и брахиозавр пробили это все дело блин непобедимость зря использовал этот удар и опять отгребли по полной давай добей его блин ну и конечно же он подменяется давай давай гаденыш ну надо так делать а столе висто бэйби этого пробили это пандактилус контратака у него есть под лица такого и сквозь щит того чего не хватает зауроподом пока что ни у кого нет удара сквозь щит но у нас тоже есть контратака но он нас сейчас пробивает да нет но удар у него есть удар пробил давайте на жирафича у нас есть снижение скорости противнику после замены скорость противника подождите почему этого не произошло опять этот подлец смотрите непробиваемость просто контрат мои вот эти вот сильные удары гады такие но у нас есть еще опережающий один удар довольно больно получилось сквозь щит и броню на тебе хоть подменяйся хоть не подменяйся хана тебе тупандиктуус 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 сколько раз я его назвал уже не так так этот готов так ну я не увидел замедление где вот эта штука да сейчас подменимся ну вы видите этого я не вижу мистика какая-то ну все хана тебе парнишка так ну последние бои мы будем наверное проводить уже не не знаю кем разве что наш новый гибрид как-то хорошо зайдет против этих подлецов так что там слишком много нас атакует вам не кажется умри вот так вот так у нас еще есть один гигас пикозавр неопробованный как раз это будет такая вот решающая битва противник уже 14 уровня ну вот реально что-то брахиозавра брать вообще как-то смысла нет особого все тоже самое помчались так у него есть какая какой-то баф с подменой связанный если выжил у него контратака так давайте удары вот так почитаем одинарный урон замедление скорости пробивание брони и обычный ход ну естественно сделаем вот так а брони нет ну полторушечку надо пробивать очень мало он ударил Подменяйся, подменяйся Беги, трус 50% защита Это не страшно Хотя можно было его заблокировать Но мы бы ее все равно не пробили У него еще много жизней Так, ну он снизил нам скорость Ответим тем же Опять же На Арамбургере она Короче, с непробиваемостью своей Ну, по крайней мере, прилетает ей Замедление Получи Наконец-то хоть Получит полный урон Так, ну он держится намного лучше Конечно же, подмена Ну, в принципе, прикол, да В этой подмене в чем? Что, ну, летуны Это же у нас существо, которое умеет летать Очень мобильное И вот эти вот подмены Конечно, они очень логично Вписываются, что В это преимущество, скажем так Так, еще никто не умер с его стороны Ё-моё Сейчас же опять подменится Потому я и не бил щит, пробивающий броню Удар Он нам пригодится Вот сейчас Так, минус один, да? О, крит, конечно Лучше бы раньше он прилетел Так, тиранодон, кстати Он только-только мы на него подменились Так, ну, как бы Получается Что ставить щит Без надобности Он сейчас его все равно собьет Давайте его заблокируем Ну, да Мы контратакой его добьем Но Ху, я думал уже счетчик завис Как у нас розочек было Ну, вот я о чем говорил Где он уж умеет пробивать Лихо броню Но Увы и ах Сам брони он не имеет И щита тоже Так, ну Справился Гигаспикозавр Один затащил всех Притом более высокого уровня Так, забираем награды И идем тогда создавать Сейчас мы соберем еще Ладно, нам собирать нечего Тогда идем, ребятки, создавать Нашего нового гибрида И вот тот момент Который вам ждали все полчаса Надеюсь Вы все посмотрели И успели поставить лайкосик Этому видосику Потому что у нас Надо патать титан, ребятки Создаем Нельзя никак тут увеличить Уменьшить Так, ну Он у нас, да Чистый брахиозаврит То есть Третий брахиозаврит У нас появился Такой бронированный свет Как у амаргозавра А где звук вот этот Который сотрясает землю Ё-моё Как они могли так сделать Ну и как-то тиховато Он кричит Хотелось бы погромче Так 3200 Вижу, что Жизни у него меньше Чем у брахиозавра Так же как у Короче, жизни Как у жирафа титана Скорость чертовски медленная Просто жесть какая Какой он медленный Там у нас было 107 111 У брахика Крит 5% Тоже мало Не 10 Не 20 Но броня 40% Есть 40% Брони Очищающий удар Замедляющий скорость Как у всех Зауроподов Полтора урона Снижение скорости На 2 хода Опережающий удар Щит на 1 ход Опять же Ну нету удара Почему Почему Уже Легендарному Не добавить И удар И нанесение Урона 1х Щит 50% На 2 хода Есть контратака 0.25 Всего лишь Подождите Чем он Кроме Кроме брони Он Короче Ничем Не лучше По ударам Вообще Ничем Так Огромный Надопатотитан Обладает Рядом Особенностей От Апатозавра Ему достался Длинный И сильный Хвост Который Дает ему Безупречное Равновесие И невероятную Для таких Размеров Скорость Ох Он Самый Медленный Среди Зауроподов Давайте Тут Посмотрим Что у нас Тут 2 800 Ну Слабовато Да Ну И броня Есть Есть Бронька Гигаспикозавр 2 800 На 500 Такое Себе Ну То есть Это У Брахича Получается У Брахича Такие показатели Повеселей Да Давайте Глянем На Жирафчика Ну Да Вот 3 200 Тут Скорость Меньше Крита Нет Броня Так Ну Короче Такой Вот Броневичок Ну Могли бы ему И Чего то Повеселее Добавить Чтобы он Как то По ударам Отличался От своих Собратьев Он же все таки Гибрид Еще и Легендарный Тогда Делаем Вот так Вот Вот Здесь Вот Он Оказался Готово И Помчались На Карту Так У нас Осталось Еще Три Боя И Начнем Мы Сразу С Нашего Нового Героя Так Против нас Аланка Отлично Как раз Этот удар Без Удара Он Очень Хорош Ну Выглядит Прикольно Есть Шипы Так Эта Штука Насколько Замедляет Противника На Два Хода Ну Надо Бить Полтора Урона Тут Надо Урона Хотя Б Нанести А то Он Опять Сейчас Подменится На Следующий Ход Не Подменился Контратака Вообще Ничтожная Но Чето Мне Кажется Что Он Меньше Продержится Чем Остальные Потому Что У него Как-то Слабенький Удар Контратака Нет А Противники Наши Стали Сильнее У них Удар Помощнее Как бы Броня С С С С С С Тут Нам Не Поможет Ну По крайней Мере Ходить Можем Почаще У нас Есть Опережающие Замедления Да Но С С Другой С 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 Всегда Есть Практически Щит 50% Так Щит 50% На Один Ход Не Хочу Пока А может Быть И Стоило Опять Мы Сильный Удар Свой Отправляем В никуда Ну Нету Смысла Первый Удар Использовать Он Не Блокирует Подмену Короче Аланка У нас До сих Пор Целая Это Таргедия Какая То И Опять Подменилась Смотрите Дичь Какая Это Происходит Так Ну Вот Этого Парнишка Мы Пробьем Скоро Кецель Да Да подменится сейчас Полюбасу Снова целая живая Аланка, которая тоже подменится Так, ну теперь О, теперь она примет урон Полный урон Да у нас тоже такая штука есть Наконец-то хоть одного пробили Замедляем, опережаем И атакуем Ну да, контратака 25% Еще от 25% Половину снимает щит И получается жесть И опять удар в никуда Удар в щит Так, ну мы пока хорошо держим Мы только что 500 хелсов потеряли Так, ну Когда у нас стоит Аланка То есть мы можем использовать Наш сильный удар Потому что Другие противники Не имеют непобедимости После замены Давай, давай Так, ну мы еще потеряли 500 Так, а вот этот Автоматическая замена Подождите, у него появляется Значок Блокирующий подмену Опять ты Подлая Аланка Сколько она уже поймала Моих вот этих Мощных ударов Так, ну сейчас конечно Подменится Кто бы сомневался Это короче у нас Бой на выносливость Наконец-то снесли Ну держится Конечно он хорошо Но Но долго Это мы наверное первый раз Такой удар сильный получили В 600 Хотя у нас был щит А он еще попытался Трупика Попинать Ну короче Бой 7 битв Ребятки у нас уже За плечами И все Ну ладно Так, давайте Начнем Начнем Наверное На этот раз Откроемся Для разнообразия Уже Не за Уроподом Так, ну жаль Что Гц Гаптерикс Это всего лишь Но он Сразу Подменился Подмена У него Заблокирована Так, ну ладно На кого ты Подменился Ну На Надо Пото Титана Продолжим Его Обкатывать Я Че Протыкал Удар Как Он Там С него Че Снялось А Почему Не Не Было Значка Скорости На Ком Она Ну Подменяйся Что Ли У него пока Заблокирована До сих пор Подмена Но Это Контратака Конечно Это Какое-то Издевательство Давай Бей Его Бей Его Инициативу Берем Свои Руки Ну Давай Подменяйся Или Как ты Там Хочешь Или Прими Свою Участь Наконец-то Наконец-то Блин Я правда Не засек Времени Это Блин Ну Наверное Даже Больше Чем 40 минут Серия Будет У нас Так Птер Появился Птер 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 У него Удары Сквозь Защиту Есть Потому Не будем Его Использовать Да У них Нет Перезарядки То есть Он Всегда Доступен Но На самом Деле Для нас Это Более Комфортный Противник У него Жизни Мало Удары Хоть и Посильнее Но Нет Брони Так Ну Это Мы Тоже Пробьем Щит Его Не Поможет Уже Почти Труп Блин 7 Hell So Ну Теперь Можно Щит Поставить Уи Так Ну На Последний Бой Все Я Возьму Уже Каких-то Нормальных Динозавров А не Этих Так Ну Это Последний То есть Ему деваться Некуда Никакая Подмена Никакой Щит Ему Не Помог Ну Конечно Контратака У него Чертовски Хороша Чуть Не Пробил Нас Наконец-то Прошла Полная Контратака 146 Они 73 Три И Не Не Влезла Голова Так Это Был Девятый Ребята Бой Хух Хух Ёлки Палки Так Полторушечку Нам Насыпали Давайте Срочно Срочно Избавимся От Этого Возьмем Только Демажащих Наших Ребят Вот Так Все Идем Побеждать Тогда Идем Идем Так Давайте С него Начнем У него Есть Удар Исквозь Щит По-моему Давай Полтора С обходом Брони Косарь Принял На себя Блин Ну да У него Самого Брони Нет Так Следующий Бой Нужно Бить Вот Именно Такой Потому Что У них Будет Щит Я Удар С Параличем Приберегу Специально Для Ланки Она Мне Заколебала За Эти Десять Боев Блин Не Доживем Ну В смысле Не Додержу Я Этот Давай Давай Я Специально Для нее Это Сделал Сквозь Защиту Дорогая Чао Ну Это Вообще Уничтожитель Птерозавров Ну И Тупан Блин Тупандактилус Тупандактилус Хана Тебе Блин Насколько Это Быстрее Да Королева Чужих Происходит Не Не Колыш Это Ваша Защита Вообще Никак Сначала Бьешь Ты А потом Бью я Ха 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 Блин Вы же Ух ты Блин Гаденыш Пробьет Сейчас Представляете Себе Пробьет Таки Нет Не пробьет У нас есть Обережающий Паралич Вот и Все Вообще На изичах В 5 раз Быстрее 2 минуты Все готово Так Ну ладно Самые смелые Кто дотерпел До этого момента Самые Преданные Зрители 11600 5455 62 170 Аланки И Птеранодончика 134 Вообще Шикардосик Ребята Ух В общем то Всем спасибо за просмотр До скорых встреч